Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обработка города от гололеда ведется как в ручном режиме, так и с помощью спецмашин. Только за предыдущую смену специалисты использовали 61 тонну Бионорда и 36 тонн песчанно-соляной смеси. В Самарской области смягчили ограничения из-за COVID-19. Каких сфер деятельности они коснутся? Одолели всех фаворитов. Футболисты из Большечерниговского района стали обладателями Кубка Самарской области. В Самаре продолжается усиленная обработка тротуаров и дорог противогололедными реагентами. Только за предыдущую смену специалисты использовали для этих целей 61 тонну Бионорда и 36 тонн песчанно-соляной смеси. Все службы благоустройства работают в круглосуточном режиме. Как проходит борьба с гололедицей, расскажет Максим Магомедов. В круглосуточном режиме профильные службы продолжают борьбу с гололедицей на улицах города. Важность усиления работ по ликвидации обледенений подчеркнул службам благоустройства и коммунальным компаниям Владимир Василенко. Сегодня эта тема стала главной на утреннем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. По поручению первого вице-мэра особое внимание уделяют безопасности уличнодорожной сети, особенно тротуарам, пешеходным переходам и посадочным площадкам. А также соответствующие работы ведутся на внутриквартальных и придомовых территориях. Поставлена задача и департаменту, и районам, и плюс инспекторам для того, чтобы организовать сплошную проверку и как идет выполнение поручения по обработке антигоноледными реагентами дворовой территории, тротуаров в частности и квартальной территории. Все поверхности в обязательном порядке обрабатываются реагентами. Повышенное внимание уделяется расчистке и обработке участков, прилегающих к объектам социальной сферы, детским садам, медучреждениям и школам. Так дорожные службы трудились и возле школы номер 12 на улице Красноармейской. Комплекс работ заключается в том, что первым делом распределяется реагент на тротуар. Реакция реагента вступает через 15-20 минут. После этого проходит механизированная очистка тротуара МТЗ-щеткой. Далее вручную дорабатываются тротуары посадочных площадок. Для ликвидации гололедицы только за прошедшую ночь использовали 61 тонну многокомпонентного хлорида Бионорт и 36 тонн песчано-соляной смеси. С ночи и до утра площадь обработки составила полтора миллиона квадратных метров. Погодный фактор напрямую влияет на расход реагентов. В нынешних условиях они быстро смываются дождем, поэтому постоянно приходится наносить их снова и снова. В связи с усилением режима работ сегодня в дневную смену количество спецтехники и персонала служб благоустройства, задействованных в уборке уличной дорожной сети, значительно возросло. Более чем на треть по сравнению с ночной сменой. До 130 машин и до 186 дорожных рабочих. С последствиями гололедицы ведется борьба и на территориях, которые находятся в зоне ответственности районных администраций. Делимся по нескольку человек и разбрасываем по всему району, чтобы не было такого, что один квартал очищен, другой нет. С утра и до победного будем работать. Пока все не засыпем, все не очистим, не уйдем домой. Не остались в стороне и управляющие компании. Во дворах домов 69 и 71 по улице Пензенской. Из-за непогоды обслуживающей организации пришлось привлечь дополнительные силы. Чтобы максимально качественно очистить выходы из подъездов, задействовали больше дворников, чем обычно. Они начали свой рабочий день раньше. В настоящий момент эта соляная смесь самая доступная, техническая соль. Сейчас немножко подороже одну соль используют, но зато людям нравится. Важность работы служб благоустройства отметила и жительница Самары Людмила Стрельникова. Говорит, что передвигаться по чистым улицам гораздо безопаснее. Конечно, это естественно положительно отношусь к тому, что вот убирают, посыпают. Работа по борьбе с гололедицей на улицах Самары будет продолжаться на протяжении нескольких дней. Поскольку прогноз погоды в течение недели обещает самарцам мокрый снег и дождь со шквалистым ветром. Максим Магомедов, Никита Колосов, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 179 830. Такие данные во вторник, 30 ноября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 615 пациентов. Всего с начала пандемии из больниц выписались 130 356 человек. В Самарской области смягчили ограничения из-за COVID-19. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Теперь при наличии QR-кодов или ПЦР-тестов разрешили проводить конгрессы и выставки в специализированных помещениях. Какие еще были приняты решения, расскажем в нашем сюжете. Количество заболевших коронавирусом в регионе за последнюю неделю снизилось на 33%. Особенно в возрастной группе старше 50 лет. Но показатель все еще остается значительным. Что касается социальных групп, чаще всего болеют сотрудники сферы услуг. Здесь без участия муниципальных органов в взаимодействии, где надо, с правоохранителями, не достигнуть результата. Еще раз на сферу услуг. Она в основном понятна. Как контролировать, что делать. Там, где будет выявляться еще и незаконная предпринимательская деятельность, не оформленная. Ну что ж, у вас дополнительно есть рычаг навести порядок. Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова обратила внимание на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах. Проверить действующие режимы отопления, действующие режимы входного контроля, термометрии. Еще раз, Виктор Анатольевич, посмотреть, как реагирует директорский корпус образовательных учреждений всех уровней по объявлению карантина отдельных классов. Коллеги, еще раз необходимо весь комплекс мероприятий в сфере образования проверить. Система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас это 15 551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Свободный коечный фонд в регионе составляет 42%. Это один из самых высоких показателей в стране. Губернатор поручил службам усилить контроль за теми, кто лечится дома. Они не должны выходить на улицу до тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат. Коллеги, когда у нас имеется возможность идентификации и, соответственно, дистанционного контроля за теми людьми, которые обязаны быть на самоизоляции, они представляют угрозу. Коллеги, я напомню, что вплоть до уголовной ответственности предусмотрено наказание. В прошлом году было введено изменение и в уголовный, и не только в административный кодекс. Отдельно на штабе обсудили ход вакцинации против коронавируса. Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 265 жителей региона, что составляет 75% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 58% от плана. Было внесено несколько предложений о смягчении ограничительных мер. Вопросы об увеличении заполняемости зрительных залов, о возможности разрешить работу с 11 часов вечера до 6 утра заведением общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах были отложены на неделю. Положительные решения штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов или отрицательного ПЦР-теста. Вакцинация от коронавируса групп РИСКО – один из вопросов, который также рассматривали на оперштабе. С начала этого года заболело в три раза больше будущих мам, чем за весь прошлый год. При этом течение болезни стало более тяжелым. Медики настоятельно рекомендуют женщинам вакцинироваться как на стадии планирования рождения малыша, так и после 22 недели беременности. Подробнее об этом в сюжете. Беременные женщины входят в число пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если в прошлом году в Самарской области ковидом заразилось 344 женщины в положении, то с начала этого года уже свыше тысячи. Наибольшая доля заболевших приходится на будущих мам в третьем триместре. Течение болезни у беременных проходит тяжелее, и препаратов, воздействующих на лечение, на вирус, гораздо меньше в связи с противопоказанием беременности. Поэтому на первое место у беременных, безусловно, это профилактика. Но это вакцинация. Врачи советуют женщинам сделать прививку заранее, еще на стадии планирования беременности. Но если не получилось, то вакцинироваться можно после 22 недели. Хотя разъяснительную работу с будущими мамами медики ведут с первых недель. Очень много ходит ненужных слухов, ненужных разговоров. И когда мы беседуем с будущими мамочками, профессионалям объясняем, что бояться им нечего. Что кроме блага, которое дает вакцина здоровье мамы и будущего ребенка, как бы ничего другого здесь не будет. Около 15% женщин, которые стоят сейчас на учете в 6-й поликлинике, вакцинировались от ковида заранее. И почти столько же сделали прививку уже во время беременности. В их числе Светлана Устинова. Ее старшему ребенку, сыну Миши, 4,5 года. О его здоровье и здоровье будущей дочки Маши думает в первую очередь. Я мама. Я не могу подвергать себя и тем более здоровью малыша опасности. Между выбором болезнью и неболезнью, какой выбор вы сделаете? Конечно, вы скажете, я не хочу болеть. Вот и я сегодня сказала, я не хочу болеть. Выбор в пользу здоровья уже сделали 1115 будущих мам. Это 17% от всех беременных женщин в Самарской области. Напомним, что у всех, кто прошел вакцинацию до 6 декабря, есть возможность принять участие в викторине «Вакцинация – это жизнь». Второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря. Светлана Кудрявцева, События. Массовая вакцинация особенно важна сейчас с появлением нового штамма коронавируса. Об этом рассказал Дмитрий Константинов, руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В заявлении ВОЗ говорится, что у новой разновидности имеется большое число мутаций. Ряд которых вызывает обеспокоенность. Основными симптомами нового штамма являются сильные усталости и головные боли. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Появление новых штаммов вируса не исключает, не останавливает циркулирование других известных разновидностей. Доказанная эффективность отечественных вакцин подтверждает необходимость и значимость создания коллективного иммунитета путем вакцинации. Впереди вас ждут новости экономики. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Михаил, и уважаемые телезрители. Цены на искусственные елки выросли в этом году на треть. С чем это связано? Действительно, ритейлеры заявляют о росте цен, но подорожают в ближайшее время не только новогодние деревья. Обо всем сейчас расскажу подробнее. Рост цен на искусственные новогодние ели в этом году достигает 30% по сравнению с прошлым годом. Разброс цен на сайтах магазинов для дома от почти 300 рублей за настольную елочку высотой 30 сантиметров до 30 тысяч рублей за 4-метровое искусственное дерево. Средняя цена ели на маркетплейсах почти 3,5 тысячи рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле в среднем от 1,5 тысяч. Рост составляет 14%. Искусственные елки, по словам опрошенных ритейлеров, дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40-70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах на 20%. Стоимость молока и безалкогольных напитков в следующем году может существенно вырасти из-за изменения параметров расширенной ответственности производителей. Механизм внедрили в Россию в 2017 году в рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. У производителей и импортеров есть выбор – утилизировать продукцию и упаковку самостоятельно или заплатить экологический сбор. Сейчас максимальный норматив переработки составляет 45%. С января он вырастет до 100%. Также будет повышен экологический сбор для предприятий, отказавшихся от самостоятельной переработки. Все это может сказаться на конечной цене продукции и ударить по кошельку покупателей. Россияне накопили рекордное количество кредиток на руках – почти 44,5 миллиона штук, подсчитали в Бюро кредитных историй. По итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на миллион. Одновременно вырос и объем задолженности – на 2,5% – до 1 триллиона 200 миллиардов рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений. Мировые цены на черное золото продолжают падать. Нефть марки Brent – 70 долларов и 59 центов за баррель. Официальный курс доллара на 1 декабря – 74,89 рубля, 9 копеек, доллар в минусе, евро – 84,82 рубля, европейская валюта в плюсе. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Дума Александру Хинштейну. О решениях, которые приняли во время личного приема, расскажет Андрей Горгуленко. Вопрос застройки пятой просеки продолжает волновать жителей Октябрьского района. Строительная компания хочет возвести недалеко от новой школы и озера Леснуха несколько восьмиэтажных домов. Жители такому соседству не рады. С просьбой повлиять на застройщика они обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. На приеме у парламентария пришли к нескольким вариантам решения вопроса. Застройщик сделает такой проект, который устроит большинство соседей или произведет с городскими властями обмен участка на другой, где застройка не такая плотная. Либо построит на этом месте необходимый социальный объект, который потом продаст муниципалитету. На мой взгляд, самым оптимальным решением, конечно же, стало бы появление там столь необходимых и нужных Октябрьскому району объектов социальной инфраструктуры, нового детского сада или новой поликлиники. К депутату обратились и представители Ассоциации ремесленников Самары. Они просят помочь в создании культурно-туристического кластера, который будет открывать самарцам и гостям города виды самарского аутентичного ремесленного мастерства. Открыть музейно-творческие объекты предлагают на территориях нескольких заводов, в том числе макаронной фабрики, которая первой в России выпускала этот продукт. Александр Хинштейн отметил, что этот проект можно совместить с восстановлением единственной в Поволжье ветряной мельницы XIX века. Она находится в Нефтегорском районе. Самара во всех смыслах самобытный и очень яркий регион, но нам не хватает, увы, порой, возможности должным образом и правильно презентовать то, что мы делаем, с одной стороны, вывести это на должный уровень. А с другой стороны, мы далеко не всегда сами знаем свои корни и свою историю. И чем больше мы будем поднимать вот таких знаковых и важных событий, тем, конечно, это будет лучше для всех. И для региона, и для жителей, и для гостей. Вопросы к депутату касались и сферы ЖКХ, признания домов аварийными, а также ремонта областных дорог. По всем обращениям, Александр Хинштейн пообещал сделать все возможное в рамках своих полномочий и передать информацию в соответствующие органы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Преступники – лица без национальности. Средства массовой информации запретят упоминать в публикациях и репортажах этническую и религиозную принадлежность преступников. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Эта мера, по мнению авторов инициативы, поможет сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие и мир на территории Российской Федерации. Идея вызвала широкое обсуждение в обществе. К противоположных точек зрения придерживаются и специалисты в области права. Разные мнения выслушала Светлана Кудрявцева. Госдума рассматривает законопроект о запрете упоминать в СМИ национальности вероисповедания преступников. По мнению авторов инициативы, подобная информация формирует негативное отношение ко всей этнической группе и может привести к разжиганию межнациональной розни. Это подтверждают и специалисты в области права. Когда такая информация проходит, ну, из трех один раз точно начинаются какие-то межнациональные волнения. То есть начинают, там, противная сторона, ну, этническая, хотя это никакая не противная, честно говоря, это мы все граждане одной страны, там, собираться, устраивать вендетту, назначают какие-то встречи на улицах. От этого, кстати говоря, наши правоохранительные органы, так скажем, стоят на ушах, да, там, два-три дня для того, чтобы не допустить массовые вот эти, там, потасовки, драки и беспорядки. И это же налицо, то есть это случается практически каждый раз. Идея вызвала широкое обсуждение в обществе, тем более, что с проблемой ксенофобии сейчас активно борются в интернете. Ежегодно в Самарской области фиксируют и блокируют до тысячи экстремистских сайтов. Это давним-давно надо было сделать. У преступника, у преступлений нет национальностей. Кто бы ни был, это преступник. Осетин, я вот, допустим, осетин, русский, еврей, кто бы ни было, это должны относиться одинаково ко всем. Изменения хотят внести в четвертую статью федерального закона о средствах массовой информации и кодекса об административных правонарушениях. Однако мнения специалистов разделились. На мой взгляд, любые запреты, которые раз за разом накладываются на СМИ, они вредят в принципе свободе слова. Опять же, давайте обратим внимание, что запретили. Запретили называть национальность. Но ведь никто, например, не запрещает журналисту написать «выходец из Дагестана» или «уроженец Чечни». Какого-то разжигания на самом деле не происходит, потому что журналист просто должен сообщить о преступнике ту информацию, которая ему известна. Ему известен пол преступника. Ну давайте тогда не будем, может быть, чтобы не разжигать гендерную ненависть, не будем пол указывать. Дальше давайте не будем указывать должность. Так мы и докатимся до того, что у нас СМИ вынуждены будет освещать любое событие, как имя Рек совершил преступление. На мой взгляд, когда мы живем уже в более таком открытом пространстве, когда мы изучаем иностранные языки и, в общем-то, быстро ассимилируемся, адаптируемся на территории иностранных государств, мне кажется, упоминание вот этнического происхождения, наверное, оно должно быть только с точки зрения культурологии. Когда мы перенимаем друг у друга традиции, то есть эта мультикультурность, она, конечно же, только лишь повышает уровень правовой культуры и вообще качества жизни нации в данном случае. А если мы говорим это в негативном фоне, это форсирование того бытового национализма, который есть. И я, безусловно, за эту позицию. Я, в принципе, был очень рад, что на таком высоком уровне глава одного из наших регионов нашей страны выступил с такой инициативой, причем вот такой авторитетный человек, да. Комиссия Совета при Президенте России по правам человека в информационной сфере не одобрила законодательную инициативу. А в Совете Федерации сообщили, что документ требует серьезного общественного обсуждения. Однако идею поддержали, поскольку у преступника, цитата, нет ни национальности, ни религии. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. Министерство транспорта Самарской области будет предоставлять муниципалитетам свыше 75 миллионов рублей каждый год в течение 2022-2024 годов на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Все субсидии будут предоставлены перевозчиками. Сведения об этом содержатся в проекте областного бюджета на грядущую трехлетку. До этого Самара и Тольятти получили по 25 автобусов на метане, которые были приобретены в лизинг. В Самаре в ближайшее время начнут тестировать один из новых путепроводов. Речь идет о второй очереди Фрунзенского моста. Общая готовность объекта более 90%. Сейчас там устанавливают пешеходные и барьерные ограждения, светофоры, шумозащитные экраны. После комплекса испытательных мероприятий по искусственным сооружениям будет открыто рабочее движение на всем протяжении объекта. Напомним, вторую очередь Фрунзенского моста строят с декабря 2019-го. Она включает в себя две многоуровневые развязки. В Самарской области все чаще впервые матерями становятся женщины старше 35 лет. ЗАГС опубликовал статистику за минувший год. Наиболее популярной для планирования потомства у населения регион является осень, а наименее популярна весна. В регионе в среднем каждый месяц рождается 2300 детей. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2020 году достиг 29 лет. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам. В сельской местности женщины рожают в более раннем возрасте. Самой молодой матерью в прошедшем году стала 13-летняя роженица, а самой взрослой – 52-летняя. В ближайшее время Самарская область может войти в программу дополнительного скрининга новорожденных. Каждого малыша будут проверять на 36 генетических заболеваний. На стадионе «Металлург» разыграли кубок Самарской области по футболу. В финале встретились Сызрань 2003, которые этот трофей давно не выигрывали, и «Восход» из Большечерниговского района, для которых выход в эту стадию – уже огромное достижение. На чьей стороне была удача – расскажем в рубрике «Новости спорта». И для команды «Восход» из Большечерниговского района, и для команды «Сызрань 2003» победа в Кубке Самарской области стала бы важным событием. Сызранцы выигрывали этот трофей один раз – 12 лет назад. А вот в сельских команд в финале турнира не было и того больше – 20 лет. При этом путь у «Восхода» до решающей игры был очень непростым. Они играли единственный матч четверть финала и обыграли 2-0 с «Шор» номер 2 из «Октябрьска», а в полуфинале оказались сильнее фаворитов турнира – «Нефтяника» и «Затрадного», переиграв их в серии пенальти. Действительно, все команды могут в себя поверить, потому что Черниговка заняла шестое место в своем соревновании, но при этом по ходу Кубка обыграла и чемпионов области, и вице-чемпионов области, что, на мой взгляд, показывает о высоком уровне сельского футбола. Финальный матч проводили на стадионе «Металлург». Игроки Сызране на правах фаворита матча чаще владели мячом, но атаки получались безрезультатными. Большечерниговцы же старались отвечать, убегая в контратаке, но все же преимуществом владели игроки Сызране, которые дважды попали в перекладину. Однако забить они так и не смогли. Играли уже, как бы, можно сказать, с профессионалами. Команда Сызране 2003 играла в профессиональной лиге, и обыграть их в финале Кубка области – это как лига чемпионов почти для нас. Дело дошло до серии пенальти. Вратарь восхода взял первый удар соперника. Теперь его партнерам нужно было ни разу не промахнуться за пять ударов. С этой задачей они справились. Итог – 5-3 победа команды из Большечерниговского района. Чувствовал, что должен отбить один, а там будет видно, как раз на первом именно получилось. Как-то почувствовал, что именно туда вот капитан команды Сызране будет бить. Получилось как-то угадать и отбить. Медали и Кубки командам, а также награды лучшим игрокам матчей и турнира вручали легенды самарского футбола. И Сергей Горлукович – олимпийский чемпион 88-го года и четырехкратный чемпион России. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте СамарГиз, в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok